Василий Михотин, папа четырех дочек, муж, патриот. В мае он вернулся с передовой, работал в частной военной компании «Вагнер». В преддверии дня семьи, любви и верности Василий вместе с супругой и детьми посетил филиал фонда «Защитники Отечества». О себе он рассказал охотно. Василий не мог остаться в стороне, когда нацисты показали Аскал. Несмотря на то, что он многодетный папа, решение участвовать в спецоперации было непоколебимым. Если война придет на мой порог, вот сюда, я уже ничего не смогу сделать. Пусть лучше я буду там подальше от семьи, но с учетом того, что как сейчас технология развивается, дроны летают и так далее на полторы тысячи километров, я лучше отдам, так скажем, часть себя для защиты своей Родины. На встрече также присутствовали министр социальной защиты Анна Тверскова и заместитель губернатора Александр Коробко. Государство помогает, никто не остается без поддержки, утверждает замгубернатора. Правительство оценит труд каждого защитника Отечества. У меня мама живет в 35 километрах от украинской границы. И поэтому все наши герои защищают, в том числе и мою маму. Потому что они защищают для тех, кто живет здесь, в Ульяновске и во всей стране. Но рядом там это просто чувствуется. Она не хочет никуда уезжать. Она верит в наших защитников. Душевное чаепитие завершилось вручением подарков и цветов. Министр социальной защиты также напомнила о мерах поддержки для семей участников СВО. А руководитель регионального отделения фонда рассказал об успехах молодой организации. Фонд создан для комплексного социального сопровождения всех ветеранов боевых действий, семей погибших и семей умерших. Значит, за прошедший месяц наш фонд посетило порядка 328 получили мы обращений. 102 именно из целевой группы, то есть это именно ветераны, которые вышли с подопреки Министерства обороны семей погибших и семей умерших. 102, значит, это именно из целевой группы была из этого количества обращений. Значит, 59% мы уже отработали полностью. Напомним, филиал фонда «Защитники Отечества» находится на первом этаже жилого дома номер 20 по улице Кирова. Помещение адаптировано для маломобильных граждан. Эта организация работает в режиме одного окна. График работы с 9 до 18 по будням. Суббота и воскресенье – выходные.